На одного из ведущих кандидатов на пост президента Бразилии напали с ножом. Мужчина, имя которого пока не называется, атаковал Жаира Балсонару во время его общения с избирателями в столице. Политик получил серьёзные ранения в живот. Пока его везли в больницу, он потерял много крови. В настоящее время он находится в критическом, но стабильном состоянии. «Он прибыл в больницу в состоянии шока. Его отправили в неотложную хирургию, где выяснилось, что он потерял много крови. Ранения представляли угрозу для жизни. Ему сделали операцию». 63-летний Жаир Балсонару известен своими крайне правыми и националистическими взглядами, а также резкими высказываниями. При этом у него есть преданный электорат среди консервативных избирателей. Врачи говорят, что на выздоровление ему потребуется около двух месяцев. Нападение на политика осудил нынешний президент страны Мишел Темер. «Неправильно, когда в демократическом государстве с верховенством закона не удается проводить мирную кампанию, представляя свои идеи». Нападение сделало предвыборную кампанию в Бразилии самой хаотичной и непредсказуемой за три десятилетия. В последние годы многие влиятельные политики и бизнесмены страны получили тюремные сроки за коррупцию. Удвоилось число жертв мощного землетрясения на острове Хоккайдо в северной части Японии. Сообщается также о трёхстах пострадавших. «Согласно последнему отчёту, 16 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести». Большинство погибших в горных районах, где из-за землетрясения сошли оползни. Там находится много небольших деревень, разрушены десятки домов. Спасатели продолжают разбирать завалы. Им на помощь направили более 20 тысяч бойцов сил самообороны. На острове Хоккайдо живёт 5 миллионов 300 тысяч человек и более половины из них остаются без света. Власти говорят, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее это исправить. Однако на полное восстановление может уйти неделя. «Чтобы обеспечить электроэнергией максимально много районов, мы вынуждены просить тех, кому уже дали электричество, экономить его». Хоккайдо популярен у туристов. Людей привлекают живописные горы, озёра, а также морепродукты. Землетрясение нанесло по индустрии сильный удар. Это уже второе стихийное бедствие для Японии на этой неделе. Днём ранее на ряд регионов страны обрушился тайфун Джебе. Погибло 10 человек. Международный уголовный суд в Гааге может начать уголовное расследование в отношении предполагаемых депортаций мусульман Рахинджа из Мьянмы в Бангладеш. Прокурор Фатубин Суда уже объявила, что этот вопрос находится в юрисдикции суда. Пока обвинения не выдвинуты, но Мус уже постановил, что депортации, если они происходили, могут быть признаны преступлениями против человечности. При этом Мьянма не является членом Международного уголовного суда, а Бангладеш входит в его состав. «Согласно постановлению, юрисдикция суда распространяется на предполагаемые депортации Рахинджа из Мьянмы в Бангладеш. По крайней мере, на один из элементов депортации – переход границы на территории Бангладеш». В августе специализированный комитет ООН провёл отдельное расследование и заключил, что высшее военное руководство Мьянмы руководило массовыми убийствами и групповыми изнасилованиями представителей народности Рахинджа, и что это было совершено, цитата, «с целью геноцида». Кроме того, комиссия заявила, что высшего военачальника Мьянмы и пять его генералов нужно привлечь к уголовной ответственности. Около 700 тысяч Рахинджа с августа прошлого года бежали от насилия из своих домов. Большинство живут в лагерях в Бангладеш. Мьянма, в свою очередь, отрицает, что совершала преступление против народности. Военные говорят, что проводили оправданную операцию в ответ на нападение боевиков Рахинджа. Кроме того, власти уже дали понять, что не будут сотрудничать с МУС. Новые рекорды пополнили книгу Гиннесса 2019 года. Бетти Гитхарт из Калифорнии вошла в неё как самая пожилая в мире воздушная гимнастка. Женщине 85 лет. Увлеклась гимнастикой она только в 78 лет, но похоже, будто занималась ею всю жизнь. «Я призываю людей, женщин, не думать, что в 55 лет наступает старость. Впереди ещё много интересного». Благодаря физической активности отличились и четвероногие питомцы. Эта собака породы Грейхаунд, видимо, не зря носит имя «Пёрышка». Во время прыжка она взлетает почти на 192 сантиметра. Это рекорд среди собак. Живёт Пёрышка в США. К своей хозяйке попала из приюта. «Однажды я попросила её перепрыгнуть через барьер высотой метр тридцать. Она с рвением бросилась к нему и, подпрыгнув, стукнулась головой о потолок подвала. После этого мы стали тренироваться на улице. Я была уже довольна её прыжками высотой в полтора метра. Но оказалось, что и это для неё пустяк». Ещё один рекордсмен – пёс по кличке Джеронима. Он умеет одновременно перепрыгивать через две скакалки. За минуту подпрыгивает 128 раз. Сертификат книги Гиннесса получила и британская студентка Элизабет Бонд. Она сделала большие вязальные спицы для выставки. А они оказались самыми длинными в мире – 4 метра 42 сантиметра. «Очень приятно, когда люди приходят и на второй день, чтобы посмотреть на всё это. Они расспрашивают, улыбаются. Очень хорошая реакция». Достижения для книги Гиннесса есть и у ирландского колбасника Барри Джон Кроува. За минуту он делает 78 сосисок. «Какую красивую качелю поймал». На высоте более 1600 метров на берегу озера Иссык-Куль, между хребтами северного Тяньшаня, проходят игры кочевников. Кыргызстан организовывает их уже в третий раз. Предыдущие были в 2014 и 2016 годах. Цель игр – сохранить культурные традиции кочевых народов. Хотя в играх также принимают участие представители не кочевых наций. В общей сложности участники съехались из 66 государств мира. Мероприятие шестидневное. Оно включает ряд дисциплин. Среди них – салбурун. Так в Кыргызстане называют традиционный вид охоты. В нём задействуют соколов, собак, а также лук и стрелы. Сами охотники должны быть хорошими наездниками. В стране есть даже федерация салбуруна. На мероприятии установили традиционные юрты. Гостей развлекают песнями и игрой наварганов. Это щипковый, язычковый музыкальный инструмент, который в разных странах имеет своё название. Здесь это «Тимир Комус». А это настольная игра «Тогус Коргол». Она строится не только на скорости счёта, но также на тактике. Открытие игр состоялось в городе Чолпон-Ата. По зрелищности и массовости мероприятия можно сравнить даже с открытием Олимпиады. Церемонию посетили тысячи зрителей, а также президенты Турции, Казахстана и Кыргызстана и премьер-министр Венгрии. Девиз игр – едины силой, едины духом. Более 2000 единиц старинного холодного оружия собрал коллекционер Джаеш, который живёт на юге Индии в городе Каимбатур. Среди антикварных реликвий есть даже оружие, сделанное из камня. В коллекцию входят и старинные щиты. «Со временем всё исчезло бы. Поэтому последние 12 лет я собирал и сохранял эти предметы. Сейчас у меня почти 50 различных видов оружия. Некоторые возрастом 500 лет». Джаеш говорит, что заинтересовался старинным оружием ещё в школьные годы. «Когда я изучал историю разных правителей, у меня появился большой интерес к этому. Я подумал, что нужно сохранять не только монеты, но и оружие». В коллекции индийца оружие времён Виджаянагарской империи, существовавшей с 14 по 17 века, а также сделанное в 18 веке при мусульманском правителе Типу Султане. Есть даже оружие Сангамского периода, длившегося с 3 века до нашей эры, по 3 век нашей эры. Джаеш надеется, что однажды откроет музей, где все желающие смогут полюбоваться его обширной коллекцией.